Анна Шамбадал, Дмитрий Соловьянов, программа «Наше утро» и мы продолжаем. 26 марта во всем мире проводится «Фиолетовый день». Это ежегодное международное мероприятие, целью которого является повышение осведомленности о таком заболевании, как эпилепсия. Однажды 9-летняя девочка Кесузи Меган из Торонто, страдающая от эпилепсии, решила показать другим людям, что она ничем не отличается от них. За свои 9 лет ребенок уже успел ощутить на себе некоторое пренебрежение со стороны взрослых и сверстников, которые воспринимали ее заболевание не совсем адекватно. Чтобы развеять мифы о болезни Кесузи в 2008 году и придумала «Фиолетовый день». Уже в 2009 году к нему присоединились 100 тысяч студентов, около 100 общественных объединений и свыше 100 известных политиков. А телевизионная башня в Торонто на один вечер окрасилась фиолетовый цвет. С тех пор в разных странах мира 26 марта распространяется информация о болезни и о первой помощи, которую можно оказать страдающим от нее людям. Мы не остались в стороне и пригласили в нашу студию детского невролога Дениса Смирнова, с которой мы поговорим на эту сцену. Денис, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, про первые симптомы эпилепсии. Первые симптомы всегда возникают внезапно и неожиданно для родителей и для пациентов. Никто к ним не готов. Это или внезапно, как гром среди ясного неба, первый приступ, потеря сознания, судорогами. Как правило, он возникает или утром после пробуждения, или ребенка находят ночью во время сна что-то шумно происходящее. И поэтому это всегда внезапно, это стресс. Никто не знает, что было с ребенком. И очень важно вот в этом состоянии трезво оценить, что же вообще происходит. И в каком возрасте все-таки проявляются первые симптомы? Это обязательно детский возраст, да, получается? Это если врожденное, да? Есть два пика проявления эпилепсии. Это дети первого года жизни, дети-подростки и люди старшего возраста после 60-70 лет. А вообще, давайте еще раз, Денис, разберемся. Есть врожденное, правильно, эпилепсия? Есть несколько причин. Это генетически обусловленные, то есть наследственные формы эпилепсии. Есть приобретенные формы эпилепсии после тяжелой черепно-мозговой травмы. После, может быть, как дебют опухоли головного мозга, или после удаления опухоли головного мозга, после воспаления мозга, мининга энцефалита. И есть ряд причин, когда мы с помощью современных методов науки не можем выяснить причину. Почему это вообще произошло? А вот смотрите, а если все-таки ты узнал, что у тебя есть такая болезнь, что делать, куда обращаться? Первое, это нужно обратиться к врачу-неврологу, специализирующемуся на лечении эпилепсии. Очень важен контакт с пациентом, с родителями, потому что лечение эпилепсии – это длительный процесс. И важно иметь искренние отношения, потому что лечение длительное, может составлять несколько лет. И часто родители пренебрегают советами, начинают сомневаться, слушают советы родственников, читают в интернете. И здесь вот начинается самодеятельность, которая может привести в тупик. Ну и нашим телезрителям также, как и нам, очень интересно вообще первые действия при таком приступе, если вот он произошел рядом с вами, что делать? Есть несколько мифов, которые, может, вы развеете? Вот у меня, например, такой случай и был. Мы в студенчестве, когда пришли первый раз, на первую пару у девочки случился приступ. Ну, видимо, волнение, да? И мы и студентов никто не знали, чем помочь. Один мальчик, он что сделал? Ну, наступил на мизинец ей очень сильно, ну, то есть болевой шок, да? И карандаш в зубы вставил. Это вообще правильно или нет? Ну, вот это те вещи, которые делать как раз не надо. Нельзя. Почему? Если случился приступ, вот, большой с потерей сознания часто происходит в общественных местах, где-то в общественном транспорте. Нужно человека, пациента, он и так уже упал, то есть взять портфель, взять дамскую сумочку, что-то, что есть, сложить там кофту, подложить под голову, пациента повернуть на бок и слегка просто его придерживать. Приступ длится максимум 2 минуты, и вот в это время просто нужно быть рядом. При попытке что-то вложить в зубы, есть шанс сломать зубы, есть шанс повредить язык, и в момент приступа пациент все равно не дышит. Происходит спазм, в том числе и мускулатуры дыхательной. И просто быть рядом. А первая помощь начинается вот истинная в момент окончания приступа, когда пациент, человек уже вот вдохнул, происходит обычно глубокий вдох, и вот в этот момент можно открыть челюсть, достать язык, если есть скопление слюны, обеспечить выход слюны. И, по сути, после приступа человек находится в таком очень спутанном сознании, и вот в этот момент нужно просто человеку указать помощь. Я думаю, что все запомнили эти правильные слова. С собой, да, с человеком до конца, чтобы ему помочь выйти из этого приступа. И еще вопрос скажите, а вообще возможно излечиться полностью или нет от эпилепсии? В настоящее время существует ряд современных препаратов, и их множество, которые берут под контроль течение эпилепсии. То есть на фоне приема таблеток до 70, а в некоторых случаях до 80% эпилепсии, они протекают без приступа. То есть задача человека вести правильный образ жизни, вовремя ложиться спать, ограничить прием алкоголя и принимать таблеточки. И на фоне приема такой терапии, соблюдения таких рекомендаций, человек живет полноценной жизнью. Никто даже и не знает о том, что у него есть приступы. При этом есть ряд форм наследственных, как правило, которые на фоне лечения мы можем гарантировать, что там в 100% практически случаев они будут, как мы с вами, у них не будет проявления эпилепсии. Денис, ну еще маленький вопрос. Сегодня у нас день советов, поэтому ваш совет тем, кто столкнулся с этим вообще, то есть, собственно, это психологически непросто, мы же понимаем. В нашем обществе существует такая социальная депривация пациентов с эпилепсией, и пациенты часто скрывают свои приступы или родители скрывают приступы, часто тянут до конца. Поэтому мой совет – найти своего доктора, обратиться к нему, и в какой-то ситуации может это оказаться даже не эпилепсия. То есть, вы спокойно вздохнете, это что-то, что-то другое. Ничего себе не так. А вообще, процентное соотношение, в принципе, сколько людей болеет? Где-то 2% населения болеет эпилепсией. В детской популяции это чуть больше, у взрослых чуть меньше. Но жизнь у них все равно продолжается, это мы, конечно же, знаем. Также обращаемся к другим людям, которые не страдают этой болезнью. Давайте ко всем относиться с душой, с добром и с пониманием. Сегодня у нас в гостях Денис Смирнов, детский невролог. Далее у нас рубрика «5 способов». Узнаем, как оформить пространство кухни. Да, прямо сейчас узнаем очень.